Веселые истории Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Идемов, ну сколько можно валять до ока? Ну, куроток, как она тебя приспочит? Эй, слышите, сейчас она скажет, Волков, почему без смены обуви? Волков, почему без смены обуви? Класс! Как это у тебя получилось? Забыл! Тихо! А голову ты, Волков, не забыл? А голову ты, Волков, не забыл? Ты чё, курдю, мысли угадываешь? Ну да, экстрасенсорика, телепатия, мысли читаю на расстоянии. Гонишь! Здравствуй! Сейчас она скажет, Соротина, девочки так себя не ведут! Чего это? Саокина! Саокина! Девочки так себя не ведут! Ну, курдюм, куртюм! Ока! Ей! Пеномен! Слушай, а как это так? Тренировался? Да ты тут тренеруешься, не тренеруешься, это же природный дар. Каудюмов, ты что-то там разговариваешься? Иди-ка сюда, расскажи нам, почему Геасим утопил Муму? Сейчас, курдюм, себя покажет, он экстрасенс и телепат. Давай, курдюм, сейчас он с собой ее в голове прочтет. Давай, Курдюм, покажи нас! Мы тебя ждём. Давай, давай. Иди к нам. Му-му. Му-му. Давай, давай, давай. Давай. Чего стоишь? Ума не пьёжу, когда ты будешь исправлять свои двойки. Курдюмов! Ну сколько можно вонять дурака? Анна Ивановна, ну можно мне последнюю попытку? Что? Ну, пожалуйста. Два Курдюма. Два. Ну чего, телепан? Эх ты. Да ты чё, Курдюм, ничего не в голове не смог прочитать? Чё ты сказал? Да она сама ничего не знает. А-а-а. Вот почему она нас всё время спрашивает. Точно. Привет, Катюша. Да, у меня всё хорошо. Как ты? Мама, ты видишь, как мама такой стравильный? Алёша, ну прекрати. Дай руку. Кто ты вырываешься? Подожди, ты успокойся и расскажи, всё по-понятному. Ну? Ага. Так и сказал. Подожди, вот у меня так страшно, а ты что? Мама, посмотри. Ух ты, какой языкастый. А потом. Ой, какой маленький. Ой, Белочка. Здорово. Нет, ну кто бы мог подумать. Надо же. Слушай, так. Мам, смотри, какой. Красавец. Мам, а правда, что ли вы в Альзе едят ананасы, а в Африке кокосы? Конечно, мой мальчик, конечно. Слушай, ну надо же. Какой бы плюшень, просто шок. Супермен. Сама была ему очарована. Что? Он так сказал? Какой ужас. А правда, что зебра? Троюродная сестра тигра. Мам. 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 Точно, точно, Алёшенька, всё правильно, молодец. Слушай, ну ты полная кота. Я вообще не знаю. Как ты? Ой, надо что делать. Да. Угу. Слушай, а может тебе ещё раз поговорить? Ну да. Может, мы что-то не поняли. Мы не повлианшем, а в конце концов. Мама, а правда, что хобот слону нужен, чтобы пылесосить шерсть у гориллы? Ушёл? Как он ушёл? Мам, ты меня слышишь? Конечно, конечно. Я тебя слышу. Ты всё правильно говоришь, мой хороший. Нет, нет, ни в коем случае не подходи к телефону. Нет. Всё, исчезли. Пусть тоже волнует. Мама, а правда, что у жирафа шея длинная, чтобы разговаривать с птицами? А я тебе говорю, что это ни к чему. Да-да, Алёшенька, молодец, всё правильно. Мы же мне за это двойку поставили. Ха-ха-ха. А! Ха-ха-ха. Ха, получи! Э, ты чё, больной? Ай, дурак! Э, э, Смирнов, ты чё, как себя ведёшь? Отпустите! Совсем обалдели! Не школа, а звериец какой-то! Ай! Фух! А-а-а! Горго! Что со мной? Дикий трогатель! Хе-хе-хе! Здравствуйте! Вкинь, вкинь, вкинь! Тссс! Эть, эть, эть! Так, к доске пойдёт. Хе-хе-хе! Эть! Директор! О-о-о-о! Ничего себе! Хе-хе, смотрите! Эть! А-а-а! Чё ты зыришь? Эй, чё задали? М-м-м! Двоечник! М-м-м! Семён Петрович? А чё Семён Петрович? Чуть что Семён Петрович? Семён Петрович! Кому кроме Семёна Петровича вообще никого нет! Семён Петрович! Семён Петрович! Семён Петрович! А-а-а-а! А-а-а! Ух! Я рану обработала. Ничего страшного. Спасибо! А точно никаких последствий не будет. Всё-таки... Смирнов укусил. Я же говорю, всё хорошо. Спасибо! Спасибо! А... Ух! Субтитры сделал DimaTorzok Я трачу и не плачу, то что поднял вчера Поймал удачу и держу за оба крыла Азина три топора, началась игра Все по чесноку Если поднял, отгрузил бабла Дернул за канат, и макака поймала банан Сегодня я гуляю, бабки не влазят в карман Здравствуйте, ребята, садитесь Познакомьтесь, это Маша Она будет учиться в вашем классе Я очень надеюсь, что вы найдете общий язык Проходи, Маша, садись на свободное место А у вас тут пауков нет? Пауков? Думаю, что нет А то у меня это, как ее, арахнофобия А что это такое? Болезнь такая, боязнь пауков Ах! Ух ты! Можно я на всякий случай проверю? Ну, проверь А что отлично? Пока, наверное, зацену. Смотри, фонариком светит. Странненько. Сочинение. Я же говорил, странный день. Не нашла. Ну вот видишь, нет здесь никаких пауков. Так у меня с собой. Паук! КОНЕЦ 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 Итак, спрашивается, сколько стоит карандаш? Можно. Проходи, садись. Вася, миленький, что с тобой? На тебя кто-то напал? Нет. Неужели ты стал жертвой автокатастрофы? Еще чего. А что же тогда? А-а-а! Ты откуда-то упал? Марья Ивановна, ну какой напали? Какой упал? Я с сестренкой младшей посидел. Вот артист. А я поверила. Только контрольную все равно придется писать. Артист. Вася, я соскучилась. Давай поиграем. Нет! 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 Вася. Нет! Мне подрос. Вася. Kane. Обсюзра. Какой упал? Да! Маш, аллё, привет! Что, что? Сань, ну давай, проходим уже. Да-да. Что? Я пока в школе, но уже иду домой. Маш, неудобно говорить. Я сейчас одеваюсь. Подожди, наушник вставлю. Теперь могу говорить. Мальчик. Да-да. А не подскажешь, где тут кабинет директора? Что? Я говорю, не подскажешь, где тут кабинет директора. Говори громче, плохо слышно. Я говорю, кабинет директора. Где? Повтори. Ты что, глухой? Что, что? Кабинет директора! А, понятно. Ты что сейчас делаешь? Ищу кабинет директора. Что я делаю? Давай сходим потусуемся. Ты же клёвая гёрла. Я тебе сейчас как дам гёрла? Ты что сейчас сказал? Я такую гёрла тебе дам. Ты смотри, тыкает он мне. Ты мне все нервы взёл. Ты глянь, у меня всё трусится. А, где нервы? Где кабинет директора? Стойте, стойте, девочки. Девочка, ой, это мальчик, господи. Дерточки, стойте. Стойте, кто-нибудь-то, кто-нибудь остановитесь, господи. Кто-то, кто-нибудь. Ну, стойте, стойте, стойте. Да есть тут у вас кабинет директора. А где он? Ой, господи. Мужчина, вы не подскажете, где тут кабинет директора? Да. Ну, мы где? Что-что? Я говорю, кабинет директора. Где? Вы погромче говорите, плохо вас слышно. Директор вас где? Я позже перезвоню. Простите, что вы хотели? Я это сейчас покажу, что я хотела. Я! Что такое? Отпустите! Я вам сейчас всем покажу, что я хотела! Отпустите меня! Не сюда, Илья! А что здесь происходит? Я вам всем сейчас покажу, что здесь происходит. Я вам сейчас всем покажу! Вы вчера моего отца в школу вызывали. Вместо него бабушка пришла. Я тебя предупредила. Ровно на час отпускаю. И садись за уроки. Привет, Санек! Что случилось? Родители, как с цепи сорвались? Делай уроки! Делай уроки! К телевизору не подпускают! К компьютер не допросишься! Тяжело тебе с ними. Еще как! Хочешь поговорить со мной об этом? А я что делаю? Ты просто жалуешься. А это разве не одно и то же? Нет, конечно. Ты видел, что делают в американских фильмах, чтобы лечить свою проблему? Что? Что-что! Если их что-то волнует, то они сразу идут к этому, как его, к психо-психо. В общем, к врачу. И что? Ничего. Ложатся и говорят. Что говорят? О том, что им надоело, что не нравится. А что, так нельзя? Как так? Стоя! Не, стой неправильно. Так что давай, ложись. Куда? Здесь же кровати нет. О, на подоконник ложись. Ну, ладно. Подожди-ка. Ну? Что ну? Теперь говори. О чем говорить-то? А чего это вы здесь делаете? Ты чего разлегся? Лежи. Я сейчас родителей позову. Тсс. Чего? Тихо. Ой, это мне? Да. Ну, тогда я пошла. Иди. Ну, говори. Что говорить? Про родителей говори. А что про них говорить? Про то, как они тебя достают, как лезут во все дела. Давай. Да нет. Как-то не хочется. Вообще-то они нормальные. Ну, родители как родители. Папа вот мне недавно велосипед купил. Мама тоже со мной постоянно в кино ходит. И вообще, они меня любят. Ты же мне говорил, что они тебя достают всегда. Лезут во все твои дела. Да нет. Это я так сказал. Для порядка. Нормальные родители. Нормальные, говоришь? Ну, да. Вот видишь, помогло. Что помогло? Ну, ты поговорил, Леша. И все проблемы сразу исчезли. Здорово. Спасибо. С тебя 50 рублей. За что? А ты что, даром хотел получить нормальных родителей? А ты что, даром? А? Извините, а кто последний к детскому мастеру? Я. Доченька, пока до нас очередь дойдёт, ты посиди спокойно. Хорошо, мам. А я на маникюр. Значит так, вот здесь покороче. Ладно. А меня, кстати, Лена зовут. А ну-ка, подвинься. Ладно. А ты что, тут тоже стричься будешь? Ну да. А ты знаешь, что один раз пришёл сюда мальчик, ну как ты, подстричься. И после этого у него больше никогда, никогда не росли волосы. А-а-а! Не хочу здесь лишиться! Не хочу! Девочка, а ты не боишься? А чего мне бояться? Однажды одной девочки помыли волосы шампунем. И у неё они никогда не росли. И она так и осталась лысой. А-а-а! 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 Так, следующий! Я-я-я-я! Прекрасно! Прошу! А-а-а! А-а-а! А что это за ножницы такие? Ой! Какой крем красивый! А-а-а! А что это за пшикалка такая? Вы мне пшикал будете? А-а-а! А-а-а! А что это за голова такая тут стоит? Её что, кто-то забыл? М-м-м-м! А ты что, не знаешь эту историю? Одна девочка, вела себя кое-как. Задавала много вопросов. Вертелась, крутилась, всем мешала, пугала детей и взрослых. Ну и вот. Приходи еще. Миледи, ваши злодеяния переполнили меру терпения на земле и Бога на небе. Я не виновна ни в чем. Вы виновны в смерти госпожи Буанасье и герцога Бекингема. Если вы знаете какую-нибудь молитву, прочтите ее, ибо вы осуждены и умрете. Вы трусы, вы жалкие убийцы. Вас собралось пять мужчин, чтобы убить одну женщину. Миледи, вы не женщина, не человек. Вы демон, сбежавший из ада. И мы заставим вас вернуться туда. Алло, здорово. Че, как дела? Чего? Не слышу я тебя. Да громче говори. Я в театре. Чего? Ты нам мешаешь. Да круто, что ты на дискотеке. Простите. Добродетельные господа, помните, что тот, кто тронет хоть один волосок на моей голове, в свою очередь будет убийцей. Палач может убивать, но при этом не быть убийцей, сударыня. Алло. Привет. В театре я. Три мушкетера. Сделай хоть что-нибудь. Нет, по физике ничего не задавали. Молодой человек. Нет, борщ я не хочу. Вареники свари. Все, давай пока. Дертаньян. Дертаньян, помни, я ведь люблю тебя. О, миледи! Дертаньян, еще один шаг. Я буду вынужден скрестить с тобой шпагу. Миледи, Миледи, мы прощаем вам все то зло, что вы причинили. Умрите с миром. Алло, привет. В театре я. Тысяча чертей, я не могу больше это терпеть. Да, открылось синее окошко. Открылось. Дертаньян! Э, че это за прикол? Один за всех. И все с одного. И все с одного. И все с одного. Алло, ухожу. Да, ухожу, потому что не дают смотреть вот эти вот все. Да достали, мешают постоянно. Сосредоточиться не могу. Дикари. 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 Субтитры делал DimaTorzok Кукушкина! Кукушкин! А ну-ка, немедленно слезь с подоконника! Ты ж девочка! Ой, беда! Бабыкин, да, чипсы? Бабыкин! Бабыкин! Школьный коридор, не столовая! Чушь ты ешь всякую гадость! Ведя тебе один мусор! Давай, выкини немедленно! Выкини! Так! Еще что такое? Копейкин! Здрасте! Ты что натворил? Пол загадил? Почему газеты на полу валяются? Их не топтать, их читать надо, Копейкин! Ацетон! Пахнет ацетоном, да? Что ты с лампой сделал, Копейкин? Я с ума с тобой сойду! Анна Петровна, это я с вами с ума сойду! Я школу уже три года назад закончил. Вот, подрядился ремонт сделать по договору. А вы Копейкин, Копейкин! Копейкин! Петров! Что? Петров! Плыви сюда! Петров, привет! Я тебя приглашаю на свой день рождения. В воскресенье в пять часов. Придешь? Ну, конечно. Ну, а что тебе подарить? А ты подари мне такой подарок, который я запомню на всю свою жизнь. Ну, хорошо. Я подумаю. Светочка, с днём рождения, дорога! Муа! Муа! Привет, Света, с днём рождения, счастья, здоровья и любви. Спасибо. Проходи. Свертусик, это тебе. С днём рождения. Спасибо. Спасибо. Проходи в комнату. Отлично вымечешь. С днём рождения, Света. Ну, Петров, спасибо. Красота. Ты чего вообще? Обалдеть. Вот это да. Класс. Смотри-ка. Ишь ты. Свети от Васи Петрова. Ну, Петров, спасибо. Свети от Васи Петрова. Свети от Васи Петрова. Днём рождения, Света. Да, Светка? Алё! Петров! Я тебе это на всю жизнь запомню! Так ты же сама просила. На всю жизнь. Свети от Васи. Продолжение следует... Продолжение следует... Какие проблемы, мой юный друг? Нам сочинение по литературе задали про Льва Толстого. Я уже всю голову сломал. У меня ничего не выходит. Чтобы несчастные дети не страдали, для этого существуем мы, добрые феи. Печеньки. Я помогу тебе. Просто загадай желание. Что? Прямо любое желание? Абсолютно любое желание. Но только исключительно в рамках учебного процесса. О! Придумал! Лев Толстой! Он же был самым умным. Столько книжек написал. Если бы я был бы таким же умным, у меня по литературе была бы пятерка в четверти. Да что там в четверти? В году! Пятерку в четверти. В году, в году! В году! И какое будет желание? Хочу быть, как Лев Толстой! Будет исполнено! Будет исполнено, мой друг! А подай-ка мне, матушка, чайку. Да с лимончиком. А-ка! 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 Свет, ты чего такая грустная? Свет, ты вчера с Машкой гулять ходил? Кто сказал? Во дворе. Да это, она мне тетрадку по алгебре давала. Я вышел всего на пять минут. Ты вчера с ней два часа гулял, а мне даже не позвонил. Да что ты из-за всякой ерунды расстраиваешься, а? Ах, это из-за ерунды? Ты чего? Ах! Ааа! 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 Уп! Аааа! Ааа! Что у тебя там, Зайк, творится? Это борьба. Это что тут такое, Зайк, творится? А это что здесь происходит, а? У Смирновой с Петровым любовь. Это тебе замашку. Продолжение следует. Вовочка, ты на улице девочек не обижай, не толкай их, за косички не дергай. Нет, мама, я не обижаю девочек. Конечно, ты же послушный мальчик, воспитанный, ты рыцарь, джентльмен. Да-да, Вов, девчонок обижать нельзя. Вовочка, ты же знаешь, что девочкам нужно помогать. Ну, что это? Холодно. Портфель донести, пальто подать, защитить от мальчишек драчуну. Да, мама, я знаю. А уж женщинам тем более нужно дорогу уступать, двери открывать. И бабушке помочь донести тяжелые сумки. Конечно, мама, я вежливый. Вовочка, и пожалуйста, уступай дамам в автобусе место. Ты ведь очень воспитанный мальчик. Ты ведь рыцарь, джентльмен. Да, Вов, вместо женщинам в транспорте уступать надо. Я всегда так делаю. Папа, мы не проедем? Не, не проедем. Да смотри. Садитесь, пожалуйста. Папа, я рыцарь, да? Как его там, джентльмен? Папа, я рыцарь, да? Ну, пора начинать. Где именинник-то? Именинник! Именинник! Давай, Саша, за стол садись. Вот именинник. Ты здесь. Мне или нет именинника по центру. Садись, мой маленький. Вот видишь, Николенька, какой стол для тебя накрыли. Стол-то хорош. День рождения все-таки. Внимание! О! А вот и праздничный торт. Так, давай, ставь посерединке. Куда ж посерединке? Лучше поближе к камениннику. Это почему? Ему одному, что ли, торт есть? Ну, почему? Ну, конечно, не одному. Так, давай сюда. Ему нужно просто задуть свечки. А-а-а-а. Ну, давай, давай, задувай. Нет-нет-нет, сначала загадай желание. Какое? Ну, скажи, что ты хочешь? Не знаю. Ну, скажи, хочу быть умным. Что буду бой к ним получать, а? Хочу быть здоровым. И быть внимательней, чтобы на очки мои больше не садиться. Хочу быть честным, чтобы не врать. Да-да, и скажи, что хочу быть недоставучим. Саш, ну у них день рождения. Ну, Коленька, и чего ты хочешь? Хочу быть сильным. Хочу быть сильным. Ой. Ой. О-о-о. О-о-о. Хм. Хе-хе. Mmm. Ункен. Хм. Ребята, сегодня тема нашего классного часа – основа семейных отношений. Мы с вами поговорим о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Я думаю, что это будет очень интересно для вас. Что самое важное во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной? Это, конечно же, любовь. Ребята, что такое, по-вашему, любовь? Пожалуйста, Машенька. Я думаю, любовь – это когда даешь алгебру списать, помогаешь ему убирать, когда он дежурный, приносишь из дома бутерброды, чтобы он поел на перемене, строишь ему глазки, улыбаешься. А он на тебя нуль внимания за косички не дергает, кнопки не подкладывает, даже на дискотеке танцевать не приглашает. Машенька, ну что ты, а ну перестань плакать. Если мальчик так поступает, то он не достоин твоей любви, поняла? Ребят, всё-таки любовь – это нечто совсем другое, да? Светочка, как ты думаешь, что такое любовь? Мне кажется, что любовь – это когда мальчик носит твой портфель, потом приглашает тебя в кино, покупает мороженое, провожает домой, и ты с ним идёшь, держась за руки, а на небе звёзды, и тебе так здорово! А потом ты ждёшь его звонка, а он не звонит, не звонит, три дня не звонит, и ты думаешь, почему? Ведь всё было так хорошо. А потом ты видишь его у подъезда с другой, и они целуются! Светочка, ну что ты, подожди! Кому его? Не плачь, Света! Свет, на, выпей, на, выпей! Перестань, перестань, так нельзя всё принимать близко к сердцу! Если мальчик так поступает, значит, это не любовь, поняла? Вот именно! А что? Что тогда такое любовь? Ребята, ребята, любовь – это… Это когда мужчина о тебе заботится, когда он дарит тебе цветы, когда он приглашает тебя на свидание, и вы всё своё время проводите вместе, и вам хорошо. И девчонки, и подружки тебе заведуют. Как это? А потом… А потом ты бросаешь ради него учёбу, ты начинаешь готовиться к своей будущей свадьбе, а он вдруг не отвечает тебе на звонки. Он выключает телефон. И ты понимаешь, что он женится на другой? Все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Все мальчишки одинаковые. Однаковые. Ага. И мне бы очень хотелось, ребята, чтобы знания, полученные здесь на уроках природоведения, вы смогли применить на практике. Ну, например, узнать возраст дерева. Кто это сможет сделать? Понятно. Не знает никто. Что ж, сегодня я приоткрою вам эту тайну. Возраст дерева можно определить по поперечному срезу ствола. Он в виде колец. И каждое кольцо – год жизни дерева. Да, Гуляев? Не, Мария Владимировна, я не пойму. Вы же сказали, что природу нужно беречь. Ну да, говорила. И что? Ну а как её беречь, если чтобы узнать год жизни дерева, нужно его перепилить? Вот ты сейчас смеёшься, Гуляев, а наступит момент, когда ты с благодарностью вспомнишь всё то, чему я тебя учила. Мам, ты чай что-нибудь купила? Купила, сыночек, купила. Вот, рулетик свеженький. В магазине сказали, только сегодня испекли. Раз, два, три, четыре, пять. И каждое кольцо – год жизни дерева. Не, мам, я его есть не буду. Какой же он свежий. Смотри, каждое кольцо – один год. Ему же пять лет. Он же рулетный дедушка. Ого! Итак, давайте закрепим, что мы узнали о частях речи. Что обозначает существительное? Давай. Предмет. Молодец. И отвечает на вопрос. Танюша? Кто что? Хорошо. Умница. Например. Например. Например, стул. Клюквин. Молодец. А что отвечает на вопрос? Какой? Какая? При. 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 Серёжа. Что при? При. Придётся отвечать клюквин. При. Прилагательное. Ну вот видишь. Ну можешь же, когда хочешь. А что обозначает глагол? Эээ, действие. Ну, и отвечает на вопрос. Что делать? Точно. Хорошо. Ну и приведи пример. Например. Сидеть. Клюквин. Какие ещё примеры глаголов вы знаете? Например, бежать! Бежать! Бежали! Пойдём, 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 пойдём. Пойдём, пойдём, пойдём. Пойдём, 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 пойдём. Пойдём, 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 пойдём. Чё? Сдевай, сдевай ещё! О, батар! Ап! 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 Ну, что я тебе сделал? Сдевай отсюда! Чё шумим, братва? Ой, да у нас сучилка молодая, неопытная! Можно хоть весь урок пробалдеть, и ничего нам за это не будет! А ты кто? Я... новенький! Я три года отсидел в одном классе. Теперь вот, к вам перевели. Да учиться! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Чё, училка молодая, да? Да, житуха тут у вас. А вот у нас учителя были. Звери. Мы у них все по струнке ходили. Чуть что сразу. Кранты. Особенно была у нас одна училка. Лютая вообще. Молодая такая, хрупкая. С виду и не подумаешь. Как-то я ей нахамил. Так она меня так отметелила, что я имя свое забыл. Господи. Вот. Жесть. А ты чего? Ну, щелка. Ну, стыкаешься. Комаров? Нет, Петровна. Я тебе сейчас... Степан. Ты что? Степан, да что? Садитесь, ребята. Потом порядок там наведите. А новенький? Комаров этот. Где? А, Комаров. Больше вы его не увидите. Никогда. Начнём урок? Юра, спасибо тебе большое. А то сладости с ними нет никакого. Совсем перестали слушаться. Да не за что, Нина Петровна. Будут хулиганить, вы обращайтесь. Спасибо тебе ещё раз. Реаль! Ой. Идёшь. Это что, по-моему? Пока! Ура! Отвали, дурак! Машенька, ну разве можно так разговаривать? А чего он меня за косички дергает? Запомни, Машенька, агрессия порождает агрессию, а доброта вызывает ответную доброту. Это как? Давай объясню. Все очень просто. Если ты хочешь, чтобы тебя услышали, ты должна использовать волшебные слова. Пожалуйста, будь так любезен, если тебя не затруднит. Мне бы хотелось. Поняла? В следующий раз, когда Копейкин дернет тебя за косичку, повернись к нему и с улыбкой обязательно скажи. Николай, будь так любезен, если тебя не затруднит, пожалуйста, никогда так больше не делай. Вот увидишь, сработает. Поняла меня? Поняла. Николай, ты создаешь пищу? Впечатление очень приличного мальчика. И я тебя очень прошу. Коля, если тебе не трудно, будь так любезен. Пожалуйста, сделай одолжение. Отвали, дурак! Больше не буду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ничего, Васёк, сейчас ко мне придём, разберём все твои задачки. И ты поймёшь, математика лёгкий предмет. Я и не таких, как ты, подтягивала. Слышь, Крабкова, давай перенесём. А то у меня чё-то голова болит. С такой головой всё равно ничего путного не выйдет. А завтра просто уроков прямо начнём. А, ага, сейчас. Никаких завтрак. Когда мы придём, я тебе таблетку дам. Крабкова, стой! Что? Я ж совсем забыл. У меня отец из командировки возвращается, а мать просила квартиру убрать. А из-за твоей математики дома будет скандал. Ничего, главное навести порядок в голове. Ммм. На, читай пока. Я сейчас. Как ты сидорова? Это вы? Как вы меня напугали. А я не хотел. Я просто не пошёл. Девятая Сидорова. Да. Сегодня такой день. День? Какой? Такая погода. Какая погода? Хочется много сказать. Что сказать? А вот что. Пустите меня. Да как вы смеете вас? Ой, больно. Ой, больно. На, пей. Пошёл. Вон отсюда. Вот. Да. Круто. Как же я сам не догадался. На, пей. На, пей. Ну, Вася, теперь мы с тобой и русский, и литературу. Теперь мы все предметы будем исправлять. Я из тебя сделаю круглого отличника. А-а-а-аа!!! А-а-а-а!!! О! О! Кинь! Люсь, да я не знаю, что с ним происходит, понимаешь? Да раньше папаша родной даже с ним справиться не мог. Подожди. Да, я слова от него доброго не могла услышать. Учиться не хотел. Мы с отцом в школу как на работу ходили. Вчера прям как подменили. Рано пришел, весь вечер что-то учил. Люсь и прям с учебником так и уснул. Проснулся раньше будильника, нарядился как на свадьбу и пошел в школу. Люсь, я сама в шоке. Да, я не знаю, что с ним происходит. Ой, Люсь, там по-моему Ваня пришел. Давай я тебе попозже перезвоню? Ага. Привет, мам. Как дела? Дела хорошо. Ванечка, ты руки мой и обедать ладно? Хорошо, мам. Ну что? Как в школе дела? Отлично. Три пятерки. И Маргарита Павловна меня в школу не вызывала? Почему не вызывала? Вызывала. Ну вот. А я уж обрадовалась. Первые за год в школу не вызывают. Просто я сегодня написала на пять профильное сочинение по литературе и контрольную по математике. Вот она не знает, куда меня записывать на будущий год. Математический класс или гуманитарный. И с одноклассниками у тебя все нормально? Нормально. То есть между пятерками никаких драк не было? Ну, я бы не назвал это дракой. Ну, конечно. Чудес не бывает. Просто нам Сергей Павлович на физкультуре. Боевые приемы показывал. Я всех поборол. Поборол, значит. Мам. Я должен тебе кое в чем признаться. Ой. Подожди, Ванятка. Мама сядет. Я, кажется, влюбился. Свету, Сорокину. Это новенькая. Когда я ее увидел, я стал смотреть на мир другими глазами. Мама, я больше никогда-никогда не хочу тебя расстраивать. Ну что ты, Ванечка. А можно Света к нам будет иногда приходить? Ну, конечно, можно. И сегодня можно? Нужно даже. Ой, это, наверное, Света. О, проходи скорее. Знакомься, мама. Это Света. Здрасте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Привет, мамуль! Как дела в школе? Хорошо. Так, а ты мне двойку исправил? Конечно, исправил, мамуль. Ты моё солнышко. Ты прям как предчувствовал. Между прочим, испекла твои любимые пирожки с джемом. Спасибо, мамуль. Так, ты быстро руки мыть, а я на кухню стол накрывать. Хорошо. Здорово, сынок. Здорово, пап. Ну что, двойку исправил? Конечно, исправил. Молодец. Я ведь думал, не дождусь. Мать, слышала? Ага. А, какой ты у меня молодец. Небольшой тебе подарочек. Заслужил. А что так мало? Сына. Маме не говори. Мама не видит. Вот. Ух. Весь меня. Я, кстати, двойки в детстве никогда домой не приносил. Иди, дедушка пораду, иди. Привет, дедуль. Ого, двоечник. Заходи. Исправил двойку, нет? Конечно, исправил. Обижаешь, дедуль. А где дневничок у нас? Дедуль, ну зачем дневник-то? Давай, 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 давай. Давай. Ну ладно. Это кто ж так исправляет, а? Исправил он. Вот это да. Пф. Ай. Ну ты даешь. Вот как исправляют. Учись. Учиться. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Сегодня у нас на нашей линейке Присутствует директор нашего лагеря Симон Ильич Зюкин, Зюкин Ну, что он еще натворил? На пляже во время купания Пока все нормальные дети загорали И дисциплинированно отдыхали Зюкин Товарищи, контакт! Быстрее, быстрее, когда Так Что еще? На обеде, в столовой Он Мылом надер полы Да что ты? Да Это все? Нет, не все Вот, вот, вот что он и делал После отбоя Когда все легли спать Вон 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 Есть Да, ура Зюкин, Зюкин Как ты мог Как же тебе не стыдно Это переходит всяческие границы Терпеть этого в лагере мы не будем Это же просто уму непостижимо Но Несмотря на все Безобразие На систематическое нарушение Дисциплины Невзирая на все Жалобы На все Травмы Я тем не менее Не выгоняю тебя Из лагеря Ты ничего не хочешь мне сказать? Спасибо Папа Субтитры подогнал «Симон» Все пилишь Пилюх Ну пили-пили Все равно бестолку Я вообще не понимаю Че ты этой фигней маешься? Кому это интересно? Это же классика Классика? Да она уже сто лет протухла Твоя классика Вот мне в прошлую среду Камешу Кроссовку попал А Михей снял на свой смартфон Как я прыгаю И ногой трясу Но мы на это дело Музончик наложили И вон на это слили И знаешь что? Что? Сразу 200 просмотров Вот что! На глянь! Теперь все так делают Видал? Даже один стайл Эх, опоздал ты с рейтингом серый В каком это смысле? Смотри Еще чуть-чуть И 25 тысяч просмотров будет Ну, пойдем теперь Да Ну и дела А может в музыкалку записаться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем на карусели Покатаемся? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не хочу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА